В ходе предыдущего заседания на вопросы суда ответил эксперт Геннадий Бобо. В этот раз в зал были вызваны его коллеги, принимавшие участие в судебно-медицинской экспертизе. Маврик Чагава, хирург со стажем работы 48 лет, рассказал, что 19 мая 2020 года в Агудзарском военном госпитале осматривал задержанного Беслана Бганба. Именно бедро правое я и смотрел. По медиальной поверхности были рубцы множественные. Но они ближе к наружу один рубец был шире, который отличался от других. И вот на ощупь, я хирург знаю, что такое рубец и как можно щупать, определялся дефект ткани подкожные клетчатки. Говорю, Хантоновичу надо его через компьютер пропустить, надо будет узнать, что дальше в глубине есть. Может, дефект какой там виден, какой глубине. Это же рано же не свежее. Свежий рано я могу сразу определить, но уже с рубцом тяжело определить, какая глубина, какой там что есть. Компьютерная томография установила, что длина раневого канала составляла 3,5 сантиметра, диаметр 5,8 миллиметра. Заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба спросил, чем заинтересовавший хирурга рубец отличался от остальных ран на бедре. Во-первых, метадон, который делает человек, он знает, куда делать. Это они вену ищут. А вены где находятся? На медиальной поверхности. Латерально никогда метадон не колют. Там сосудов нету. Для чего локализация не характерна для метадоновых язв. А язвы метадоновые, они поверхностные. Тем мелкие они. Они поверхностные, подвижные. Дефект ткани не вызывают. Хирург подтвердил указанные в экспертизе ориентировочные сроки получения ранения от полугода до полутора лет. Предположить калибр оружия сложно, так как процессы регенерации у всех разные и зависят от множества факторов. Это исходя из того, что каждый организм имеет свои способности, свои возможности к регенерации тканей по времени. И проводилось лечение или нет, это тоже много значит. Вот исходя из этих соображений, примерно так вот подумали. В начале заседания при уточнении анкетных данных Маврик Чагава сказал, что у него в родстве есть представители фамилии Шамба и Бганба. Председательствующая Майя Квицинья уточнила данный вопрос. «Моя мама Шамба. Ну, значит, родственники, так я считаю. Бганбовцы это… Да, ну по фамилии, вот так вот. А там сестра замужем, племянница замужем. У меня друзья есть, хирург Шамба есть, Бганба-хирург, анестезиолог есть. Мы все, по-моему, свежих нет». Следующий эксперт, врач-рентгенолог Аслан Берзения был третьим членом судебно-медицинской комиссии, составлявшей заключение. Он занимается рентгенологией с 2005 года, компьютерной томографией с 2010 года. Эксперт рассказал, какие повреждения были обнаружены у Беслана Бганба в ходе компьютерной томографии. «Перелом голени, большеберцовой кости, инородные тела в мягких тканях грудной клетки с задней поверхности и рубцовые изменения мышцы бедра нижней трети. Он видит фиброз, который, ну, не маленький, так скажем. То есть там протяженность больше трех сантиметров, это он видит. И толщина, когда больше пяти. Хотя у нас срез аппарата где-то около двух миллиметров. То есть миллиметровый мы такое не видим». Врач-рентгенолог объяснил, каким выводом пришла экспертная комиссия на основании компьютерной томографии и почему он исключает, что рубец мог быть последствием инъекции. «Я дословно не помню, какой вывод. То, что фиброзный тяж на наружной поверхности бедра может соответствовать огнестрельному ранению. Толщина диаметра канала не может соответствовать, потому что толщина иглы намного меньше. А фиброзный канал, если он 5,8, значит игла должна быть как минимум 6 миллиметров». Адвокат Афтандил Чкадуа спросил, в полной ли мере эксперт поддерживает выводы комиссии о том, что шрам на правой ноге – след от огнестрельного ранения. «Нет, если я провел исследование, если я включен в комиссию, если в этой бумаге есть мое заключение, значит я участник этой комиссии. А то, что вопросы, которые выводы он делает, я их не исключаю вот этим исследованием. Нет, потому что я вижу тяж, вопрос задается, может ли это быть, может это быть. Ответ на вопрос – может». После того, как вопросы к эксперту участников судебного процесса закончились, он покинул зал заседания. Защитник Эдуард Ченкау обратился к коллегии судей с ходатайством о признании недопустимыми доказательствами двух протоколов опознания Димура Ахалая свидетелями. Самое главное нарушение, по мнению защитника, заключалось в том, что его опознавали в статусе свидетеля. При этом, по сути, он уже являлся подозреваемым и ему должны были обеспечить право на защиту, чего не было сделано. «В уголовно-операционном кодексе Абхазии, если я правильно разобрался, там написано о том, что по решению следователя, если это по решению следователя, то это должно быть соответствующее постановление, в котором следователь приводит мотивы, по какой причине он принял такой порядок опознания, поскольку определенный сам порядок его опознания ставит в определенные сомнения результаты его, потому что человек лишен возможности наблюдать, кто его опознает, какие пояснения он дает. Ему впоследствии только предъявляется протокол, который он подписывается. И в протоколах опознания не отражено ни одной конкретной приметы. Указаны только общие признаки, свойственные всем лицам. Это рост, наличие скул, форма прически, цвет волос, телосложение и все. Никакого конкретного признака здесь не отражено». Поддерживая ходатайство адвокатов Тандилчкадуа напомнил, что вышеуказанные свидетели не опознали Димура Ахалаев в зале суда. «Судебное следствие здесь подтвердило, так как данные свидетели, допрошенные, не опознали моего подзащитного Ахалаева, заявив, что это не то лицо, которое приобретало у меня автомашину. Это было однозначно сказано. То есть, в дополнение заявленного я просил бы суд, так как оно уже не имеет никакую юридическую и доказательную силу, так как мой подзащитный не был опознан в зале судебного заседания, я просил бы исключить его даже из перечня доказательств». Стороне обвинения дали 15 минут на подготовку возражений. Прокурор Даур Амич бы отметил, что Димура Ахалаева приобрел статус подозреваемого именно после опознания, потому что до этого в ходе допроса утверждал, что никакого отношения к приобретению «Тойоты Марк-2» не имеет. «В уголовно-процессуальном законе и в практике отсутствует понятие такого постановления. Я даже не знаю, как это постановление должно называться. Следователь принимает решение с учетом тяжести совершенного преступления. Следователь принимает решение о необходимых процессуальных следственных действиях самостоятельно. Не исключаю, что в данном случае имелись устная беседа предварительная со свидетелями для принятия такого решения. Хотелось бы отметить о том, что отсутствует такая процессуальная необходимость при принятии решения. Следователь также по собственному желанию, по собственному усмотрению может назначить и проведение очной ставки. Опять-таки никаких процессуальных действий для этого не требуется. Так как оба свидетеля непосредственно являлись личными участниками беседы с Ахалая Димуром, соответственно, они высказывали свое отношение к этому делу путем визуальных воспоминаний. И они описывали человека, который стоят из трех лиц, они все разного роста, разного телосложения, судя по фотографиям. Соответственно, он описал того человека и прямо указал на номер с табличкой того человека и описал, что опознает его по росту, по прическе, по телосложению. Более того, хотелось бы обратить внимание, что свидетель Шанян для полной уверенности и попросил также, чтобы статисты и опознающие зачитали текст. Помимо внешних признаков, Шанян еще и удостоверился по голосу. Прокурор Руслан Тыркбай, адвокат потерпевших Инга Габелая, поддержали доводы гособвинителя, отметив, что не считают ходатайство защитника Шанкао подлежащим удовлетворению. Подсудимый Димур Ахалая также прокомментировал ходатайство. Я не знал 14-го, за что меня задержали. Уже 15-го следственные мероприятия начинаются с присутствием ТЭПа и следователя Луны. Меня доставили куда на опознание? Без шнурков, без ничего, потому что с камерой вытащили. А там четко описывается, эти свидетели говорят сейчас, как прокурор утверждают четко, его опознали, не имели прямой контакт. Ни один свидетель не говорит, вот у меня какие родинки, крупнейшие родинки. Ни один человек эти приметы не описал. Ни один из них эти родинки не описал. Адвоката тоже, у меня никто не предлагал. Я откуда знал, что мне вообще могу требовать адвоката, ни за что, вообще ситуацию, сама я не понимал. И здесь, в зале, сюда было сказано, но четко, что меня поздно. Это раз. Второе у нас, ни один, ни два свидетеля здесь были, которые даже читать, писать не умеют. Однако, якобы, они протоколы прочли, подписали, и этому свидетелям не являлись. Здесь кто-то мотоцикл, там шелки, кто-то. Ссылаться на то, что на добросовестность следователей и дознавания – это просто смешно. Совещаясь на месте, коллегия судей Верховного суда постановила в удовлетворении ходатайства отказать. В соответствии с нормами статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса Республики, регулирующих общие правила производства следственных действий, не требуется вынесение постановления для принятия решения о производстве такого следственного действия, как опознание, исключающих визуальное наблюдение опознающего. Судебная коллегия также считает необоснованным довод ходатайства об обязательном участии адвоката при проведении данного следственного действия, так как Уголовно-процессуальный кодекс Республики не содержит таких требований. На данном этапе судебного следствия судебная коллегия не дает оценку результатам опознания. Каждому доказательству по делу, в том числе оспариваемой, при принятии итогового решения по делу будет дана соответствующая оценка на предмет его допустимости, достоверности, достаточности для разрешения дела. Адвокат Автандил Чкаду отметил, что в ходе представления доказательств стороной обвинения он так и не увидел полностью номерной знак А122РН, который по версии обвинителей был на машине преступников. Поэтому он направил запрос в МРЭО, на который получил ответ, что на момент совершения преступления в Абхазии было зарегистрировано 13 машин с номером 122 и разными сериями, а также 150 Тойот Марк 2. В период совершения данного преступления в Абхазии было зарегистрировано всего 150 единиц марки Х2. Где из этих, здесь я выделяю, где есть цифры 022, 122, вот здесь еще есть за Манукяном 122, также еще имеются цифры 722. То есть и сам человек, свидетель, который допрошен, он тоже владел, и он тоже здесь в списках, в марк Х белого цвета. В связи с чем, ваше честь, чтобы было общее суждение у суда, я прошу приобщить к материалам уголовного дела. Представители прокуратуры и Инга Габелая высказались против приобщения документов. Данный автомобиль не является случайным, данный автомобиль проследовался по серийному номеру, в котором имелись документы в этом таможне, с момента нахождения его на стоянке до его полного уничтожения на праве. Поэтому это именно тот автомобиль, на котором было совершено преступление. И он характеризуется конкретным, уникальным ВИН-номером, который не повторяется. Соответственно, этот номер был в таможне, и этот номер был при осмотре автомобиля, после сожжения, и он сохранился на кузове автомобиля. Видеофрагменты, которые мы здесь обозрели, мы не об одном из них говорим, мы говорим, оцениваем в совокупности их все. Где-то, да, можно согласиться, где-то буква не видна, допустим, когда в другом кадре она хорошо видна. Поэтому в совокупности оценивая вот эти все видеофрагменты, однозначно мы можем прийти к выводу, что этот номер именно 122. И как Даур Федорович сказал, и кроме того, есть еще ВИН-код, который четко идентифицирует именно эту машину, которая в конкретное время, в конкретном месте была куплена и была использована преступниками. Автандил Чкадуа прокомментировал аргументы гособвинения. ВИН-код мы обнаружили у сожженной машины. Ну как установил обвинение, на кадрах, что мы видим машину, что вот этот ВИН-код этой автомашины. Как вы это установили? И как вы можете суду представить, что именно с этим ВИН-кодом мы видим на кадре автомашину? Коллегия судей приобщила ответ на запрос адвоката Чкадуа к материалам дела, после чего заседание было отложено на 2 мая. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok